Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Я давно хотела попробовать свои силы в росписи по ткани. И сегодня я буду расписывать футболки. Но поскольку я буду делать это впервые в жизни, я решила испытать разные способы. Я испробую маркеры по ткани, контуры по ткани, ну и наконец специальные краски. Смотрим, что у меня получилось. Для росписи я взяла несколько совсем простых светлых футболок. Их предварительно нужно постирать и погладить, чтобы ткань не села после стирки и не деформировала наши рисунки. Прежде всего нам нужно перевести рисунок на ткань. Видела очень много разных способов. И специальной калькой, карандашами и так далее. Даже вырезают рисунок по контуру, обводят по ткани и перерисовывают. Покажу очень простой способ, которым пользуюсь я. Берем рисунок, который хотим перевести. Переворачиваем его изнанкой вверх. И старым добрым способом через оконное стекло обводим с изнанки очень мягким простым карандашом. Кажется, это твердость BB. Самый мягкий, что найдете, который легко пачкает пальцы. Обводим так с изнанки все рисунки. Делайте линию пожирнее, чтобы рисунок был потом четким. Чуть позже покажу, что делать с ними дальше. Начну я с самого простого способа росписи. Специальных маркеров по ткани. Я купила вот такие фирмы Эдинг. Черного и красного цвета. Прежде чем мы начнем работу, внутрь футболки нужно подложить картонку или лист пластика, чтобы краска не испачкала изнаночную сторону футболки. Я нашла вот такой рисунок очаровательных собачек и решила сделать его на футболке. Итак, у нас рисунок, обведенный с изнанки мягким карандашом. Кладем картинку карандашной стороной к ткани и обводим по контуру, сильно нажимая ручкой. Тогда наша карандашная линия отпечатается на ткани. Ну а дальше все просто. Обводим маркером рисунок. Сначала более светлые цвета, в моем случае красное сердечко, а потом черный контур. И тут меня ждал сюрприз. Честно говоря, с маркером оказалось работать сложнее, чем я ожидал. Это совсем не то же самое, что рисовать по бумаге. Именно с эластичной футболочной тканью маркер ведет себя не самым лучшим образом. Немного расплывается. И к тому же стержень сильно цепляет все ворсинки на ткани. И это эдинг, который все мастера росписи советуют как один из лучших и самый сухой. То есть тот, который не расплывается. Как же должны расплываться маркеры других фирм, думала я. Удобнее всего оказалось как бы промакивать контур с самым кончиком маркера, постепенно сливая точки в линию, а не вести плавную линию, как вы рисуете на бумаге. К счастью, мой рисунок по стилю прекрасно подошел к такому способу. И грубоватая линия смотрится на нем вполне себе органично. Думаю, на гладком хлопке или, например, вискозе. Таких проблем не было бы, то все дело в эластичности ткани. Главный и самый жирный для меня плюс маркеров – рисунок остается эластичным. Краска не уплотняет ткань. И даже если футболка со временем еще подсядет, ничего страшного не случится. После того, как рисунок готов, пройдитесь еще раз по линиям, которые недостаточно хорошо прорисованы. Вот и все. Очень-очень быстро у вас новая футболка. Кстати, если вам понравились мои рисунки и вы захотите их повторить, ссылки на все шаблоны будут, как обычно, в описании под видео. На вторую футболку, она у меня бежевая, я нашла рисунок французского художника Киби. У него очень интересные работы. Все рисунки сделаны одной линией. Если приглядитесь, то увидите на моем рисунке два лица – мужское и женское. Аналогично обвожу рисунок, чтобы карандашная линия с изнанки отпечаталась на ткань. Если получилось бледновато, можно подрисовать рисунок по намеченным линиям почетче уже от руки. Для этой футболки я взяла контур по ткани медного цвета. Просто слегка нажимаем на тюбик, чтобы выдавить краску, и ведем по ткани кончиком тюбика, рисуя нужную линию. Это оказалось гораздо проще, чем маркером, но некоторые тонкости есть и тут. Старайтесь ввести кончик очень близко к поверхности ткани, чтобы краска, во-первых, не ложилась толстым слоем, а во-вторых, как бы вбивалась ткань и немного ее пропитывала. Если плотная колбаска краски просто ляжет сверху ткани, она не закрепится как следует и впоследствии при стирке часть рисунка может отвалиться. И еще маленький совет – лучше двигаться по рисунку сверху вниз, чтобы не смазать случайно рукой уже нарисованный контур. После того, как рисунок прорисован, пока краска не высохла, можно подправить недочеты, сделать линии пошире, где требуется и так далее. После того, как я прошлась контуром два раза, работа стала выглядеть более аккуратной и законченной. Получившийся рисунок нужно хорошо просушить, как минимум сутки, прежде чем закреплять утюгом. Резюмируя, могу сказать, что для меня это оказался самый простой способ нанесения рисунка на футболку. Контуром легко рисовать, а линия получается достаточно тонкая, ровная и аккуратная. Из минусов – контуры, конечно, не так эластичны, как маркеры. Если ткань сильно эластичная, рисунок может порваться. Я попробовала растягивать футболку. Контур выдерживает достаточно большое растяжение, но видно, что ткань в этом месте немного деформируется. Лучше такие краски использовать на неэластичных тканях или местах, которые не будут сильно растягиваться. На воротнике футболки я бы, например, такую краску использовать не стала. А на груди или спине, особенно если футболка свободная, пожалуйста. Наконец, третья футболка. Она достаточно тонкая. Еще один вариант перевести рисунок на такую ткань – просто подложить шаблон снизу ткани и обвести. На тонкой ткани контур хорошо видно. Для этой футболки я взяла рисунок ветки какого-то тропического растения. Для росписи я купила зеленую краску трех оттенков. Использовала в итоге, правда, только два. А вообще вполне хватило бы и одного. За счет того, что краска разводится водой, получилось много разных оттенков. Надо сказать, что неразбавленные краски по ткани ложатся достаточно плотно. Получается такая жесткая корочка, которую я очень хотела избежать. Поэтому я свои краски буду разводить водой. В качестве палитры я взяла простое фарфоровое блюдце. Развожу первую краску водой и начинаю раскрашивать свои листочки. Жилку листа я делала более темной, почти неразбавленной краской. А потом водой постепенно разводила цвет до желаемого оттенка. Техника очень похожа на рисование акварелью. При разведении водой краски очень красиво растекаются по ткани. Примерно так же раскрашивала стебли. Проводила плотным цветом одну сторону стебелька и потом мокрой кисточкой разгоняла цвет к второй стороне. Получился переход от темного к светлому. К сожалению, художник я очень посредственный. Рисовать красками не умею от слова совсем. Поэтому заранее прошу прощения за качество исполнения. Если вы хоть немного рисуете красками, то у вас наверняка получится лучше. Субтитры сделал DimaTorzok В самом конце цветочек я раскрасила тем же медным контуром по ткани, что у меня был. Рисовать красками мне понравилось. Хотя для художника от слова худо, как я, оказалось сложно. Именно в плане расположения цветов и оттенков на рисунке. Если бы картинка была цветной, я думаю, воспроизвести ее было бы намного проще. И даже несмотря на то, что в качестве основной я взяла краску для ботика и сильно разбавляла водой, рисунок получился немного жестковат. Еще захотелось добавить к моей веточке какую-нибудь надпись. Возможно, со временем сделаю. После того, как наши работы хорошо просохли, поскольку краски по ткани термозакрепляемые, хорошо проглаживаем наши футболки горячим утюгом на режиме хлопок. Гладить нужно через хлопчатобумажную ткань или бумагу, либо с изнанки. Довольно долго, по инструкции 5-8 минут. Альтернативный вариант обработать горячим феном. Это если вы красили что-то, что нельзя погладить, например, сумку или обувь. Не забудьте, что контур перед проутюживанием нужно высушить не меньше 24 часов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, сегодня я показала вам три варианта росписи по футболкам. Кстати, обязательно напишите мне в комментариях внизу под видео, какая из футболок вам понравилась больше всего. Лично моя любимая вот эта собачка же, хотя она самая простая в исполнении на самом деле. И также я надеюсь, что благодаря этому видео те из вас, кто давно хотели попробовать что-то расписать из одежды, но не решались это сделать, найдут для себя наиболее подходящий для них способ. Ну и, конечно, если вам понравилось это видео, то, как обычно, не забывайте подписаться на мой канал. Ну а на сегодня все. Всем пока! У меня кризис жанра, я не знаю, что сказать.